Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаю рассказ о наших рок-приключениях в Питере 19 июня. С фестиваля «Лучше, чем в жизни» мы поехали на Heavy Metal Geek в клуб «Ласточка», который также находится там же, на Лиговке, в транспортном переулке дом 10А, и где должны были выступать группы «Кни», «Материя» и «Инвертор», ради которого мы и хотели посетить этот гик. И хотя и Максим из группы «Киров», и Илья Санников, гитаристы из самого «Инвертора», предупредили нас, что «Инвертор» выступать не будет из-за болезни двух участников, мы все равно не отклонились от намеченного плана и поехали посмотреть на других хэви-металистов. В отличие от фестиваля в «Дюнах», приколы здесь начались еще на подходе к клубу «Ласточка». Перед входом в клуб находится такой небольшой пятачок земли, огороженный сеткой рабицей, ну курилка такая. И там фанаты Волочука СД начали подбегать к этому забору и просить поздороваться с ними и сфотографироваться. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну пойдемте. А как, я приехал слушать самую лучшую музыку на группу «Инвертор». А, так я не буду. Знаю уже. Вот, футболочка осталась. Так что, просто ждайте, можно. Мужики, я приехал слушать самую лучшую рок-музыку. Она здесь есть или нет? Будет? Конечно, в курсе относится. Уважаемые любители рок-музыки. Но мы в цейтноте в небольшом, потому что хотели посетить фестиваль лучше, чем в жизни. Чем в жизни. И посетили его. Мы еще туда вернемся, потому что мы проехали специально на «Электрик Индианс». Они будут выступать в 23.00. Сюда мы хотели послушать группу «Инвертор». Но, к сожалению, они заболели коронавирусом, так как и еще одна там минская группа книг тоже заболела. Осталась только московская материя. Они будут выступать последними. И каких-то три группы, которые мне пока неизвестны. Их взамен тех двух здесь. Ну, послушаем. Я хочу сравнить публику на фестивале лучше, чем в жизни, которые играют облегченный рок такой. Средний между тяжелым и легким. И андеграунд настоящий. Это тоже андеграунд, но это тяжелейшая музыка. «Инвертор» — это очень тяжелая группа. И «Материя» тоже тяжелая. Ну, «Инвертор» — классная группа, мне нравится. Матерятся, правда, но играют очень хорошо. Но, к сожалению, их нет. Нам билетики дали. На следующий раз, как только «Инвертор» будет выступать, бесплатно можно прийти. Пойдемте смотреть. Вот. Влащук СД, я тебе отвечаю. Я знал, что он. Ну, как что и знать туда. Лицо, несут прям такое светлое. Вот не, на самом деле, очень классный. Суми салпака запилили. Как я могу быть против сфотографироваться с таким прекрасным и мощным человеком? На фестивале в «Дюнах» вторым ко мне подошел знакомиться Илья Санников, гитарист из «Инвертора». А здесь первым подошел молодой человек, который оказался техником из «Инвертора». Ой, чувствую, не случайно все это. Я приехал смотреть «Инвертор», а они первыми ко мне подходят. Чувствую, замутим мы с ними какой-нибудь фит. Я тексты без матерщины сочиню, а они сделают современный музон. Думаю, может выстрелить. Ребята, кстати, придут. А я уже там все дети разговаривал. А, уже разговаривал? Ну, мы только что там, мы же были сейчас лучше, чем в жизни. На «Дюне». Ну, вот они сейчас, да. Ну, мы вернемся туда потом. Он сказал, что сейчас подъедет и познакомит меня со всеми. Так вот, уже. Что еще тут из «Инвертора»? Сейчас там «Крок», ну, Саша. А у нас двое болеют, Настя болеет. Ну, ты знаешь, ранен заболел Настя. В стране, Настя болеет. Стой, барабанщик здесь? Барабанщица. Настя барабанщица. Она у вас барабанщица. Она барабанщица. А вот он мужик поступил. А Гошев, он ушел и сделал. Хорошо, что учил. Ну, так у него, как бы, сейчас тоже неплохо получается. А где он сейчас? Ну, вот сейчас пока вольные проекты, всякие полуэстрадные, полуэстрадные. Отличные. Отличные. Все владеет. И владеет всем. Карданочек. Кардачек, совладеет? Я работаю в, в первую очередь, я делаю барабаны. Фед Кастом Драмс. Так. Сейчас она наш артист. Сейчас мы делаем барабаны. Еще она сейчас официальный артист. Ремо Азилжин от Кастом Драмс. А зачем так много? Как зачем? Вопрос, зачем? Зачем вопрос? Затем, чтобы показывать, как бы, других людей, которые работают над ее имиджем. Мужики, чтобы зарабатывать деньги, надо концентрироваться. А ты как, мы и концентрируем? Я-то в инверторе давным-давно. Гоша не медийный, к сожалению. Повторюсь, я уже не это сказал. Я повторюсь, я приехал сюда ради двух командий. Здесь в Питере три команды. Одну я видел. Это шорт парень. Хороший парень. Значит, я проехал ради электропинга. Поэтому сегодня не 20 часов. Я тут там проехал. Я здесь посмотрю и увидел. А вот сюда я проехал, не ради меня. Ну, мы увидимся там, значит, еще. Мужики, я надеюсь, что вы будете ставить мне весьместность. Я хочу послушать вас в журнале. Ну, реально. Будут. 13 августа вот здесь же будет грустника. Вот там и мое там. Я из Москвы-то привезу. Да, я понимаю. Можете рады. А в Москве когда будет? В Москве? Не знаю, сейчас, что пока. Да, вообще запах. Да, пока непонятно. Вообще планировали эти мероприятия. Ну, музыку делать мужики. Вот такой вот. Он старает, старает. Мат-перемат, но музыка классная. Ну, музыка очень хорошая. Передала Штрайнину мой привет. Мое почти. Вот так вот. Передадим. Он говорит, ты владел этой фальцентами чистым голосом. Сегодня ребята же Денайт играют. Так что Штрайнин-то можно услышать сегодня будет. Он же на фит к ним залетал. Вот они сегодня будут играть. Как называется? Денайт группа. Я их не знаю. Пока. Это тоже хорошая. Ну, я просто еще пока в эту среду погружаюсь. Поэтому мне очень интересно. Потому что это передовая музыка. То, что я играю, это хард-рог. Ну, так. Хард-рог, хард-рог. Музыка. Мне нет проблем на нет. Далее молодежь начала интересоваться, как мы делаем музыку в группе Волочука СД. А у нас же нет никаких секретов. Поэтому я как на духу все им рассказал. И пользуясь случаем, делаю объявления о наборе музыкантов в нашу группу для будущей гастрольной деятельности. Поэтому хорошим музыкантам рекомендую внимательно просмотреть следующий кусок видео и прислушаться к моим словам. И в случае заинтересованности писать мне в личку. То есть вы как, ребят набираете, молодых, то есть они как, они приходят? Как вообще? Набирать я буду через месяц. Все. Через месяц? Я вот просто... Берете и набираете? Не, не просто я вам говорю это так. Вы своим ребятам передайте. Если будет, то я готов. Где задашь? Гитариста. Но только мне нужны люди, которые работают в хэви-матерре. Которые умеют делать скоростную музыку. На самом деле очень классно. Так что еще увидимся и здесь, и вторую. Я еще раз повторюсь. Это ребятам передайте мое почтение. Музыка классная. То, что матом вы берете, вы просто огнивые. Как просили. А то, что... Не, вы не поняли. Мужики, передайте оштранник. Если вы хотите зарабатывать бабло, а не рубить в подвалах. Развлекать толпу полу-полу-полу-полу-бэтих. А новый релиз-то смешит. Там же есть трек из единого матом. Ну, молодцы. Единого матом. Я повторюсь, перед глазами у вас шорт-париз стоит. Они очень котируют инвертор, как бы, и мы будем с ними. Потому что инвертор очень интересен. Да. Ему были с ними как бы... Но шорт-париз матом не ругается. Ну, они же акционисты по-другому, они немножечко другая акционисты. Поэтому я был буквально месяц назад на их концерте в Адреналине. 7 тысяч полный зал. Я еще раз говорю, я был на многих группах, на западных. Я полного зала такого плотного и видел мне разу. Шорт-париз собрал Адреналин плотный. Вот так сделали. После бурной фанатской встречи мы вошли в сам клуб, который оказался достаточно большой концертной площадкой. С балконом, длинной барной стойкой и сценой напротив. С достаточно неплохим техническим райдером. Гитарными маршалами, басовыми гальен-крюгерами, барабанными тама и неплохой голосовой аппаратурой. Уважаемые любители рок-музыки, мы находимся внутри клуба «Ласточка». Ну, здесь так поприличнее, чем в «Дюнах», я хочу вам сказать, и попросторнее. Но публики пока я наплыва не вижу. Выступать будут четыре команды, которых мы знаем только материю, и то по интернету знаком с ней. И остальные для меня новые команды. Сейчас послушаем, как работают люди. И потом вернемся туда, слушать электрик и дяну. Оказалось, что заболели не только ребята из группы «Инвертор», но еще и музыканты из минской группы «Ни». Поэтому организаторы заменили их тремя другими группами. Метал-кор-группой «The Denied», далее группой, практикующей грув-метал «Tenton Hammer» и группой «Trade in a Temple». Только московская материя осталась на месте. Конечно же, я покупал билеты на «Инвертор». Но раз уж так случилось, решил послушать этих ребят. И опять-таки, к сожалению, всех я прослушать так же не смог, так как мне надо было назад в «Дюны» на «Electric Indians». Поэтому я послушал только две группы. Первая – метал-кор-группа «The Denied», что переводится с английского как «Отказано». Мне нравится стиль метал-кор, требующий высокой техничности как гитариста и барабанщика, так и вокалиста, который должен владеть техникой и чистого вокала, и экстремального. В такой стилистике при очень мощном звучании гитар непросто сделать так, чтобы были слышны партии всех инструментов и были разборчивы слова. Я бывал на концертах некоторых наших метал-кор-групп. Так вот, из тех, кого мне довелось увидеть и услышать, все это получилось только у группы «Ауткаст». Поэтому давайте вместе посмотрим, получится ли это у группы «The Denied», чтобы понять, кому и в чем они отказывают. Так, и на месте все здесь? Так, ребят, заходим, заходим. Давай, Свет. Ты куда выходишь? Слышишь? Вот сюда. Давай, без машины. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Непонятно, о чем он там кричит, слов разобрать невозможно. И выступают они без живых барабанов, под плейбеки, что, конечно же, автоматически понижает уровень группы такого направления. Все-таки это рок-музыка, а не рэп под электронные биты. Следующий выступала группа Trade in a Temple, что переводится на русский, как я понимаю, «торговля в храме». Давайте вместе посмотрим, что это за богохульники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Это инструментальный хэви-метал. А это, конечно же, не так интересно, по крайней мере, для меня. Еще Макаревич как-то точно подметил... Я считаю точно так же, любая, даже самая простая вокально-инструментальная музыка будет посложнее самой сложной инструментальной. Это первое. И второе. Лицо рок-группы – это все-таки ее вокал. Поэтому, познакомившись только с этими двумя группами, мы решили ехать назад в Дюны. И на выходе еще раз повстречаясь с гитаристом-инвертером Ильей Санниковым. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Да! Да, 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 да! Вы правы, вы правы, вы правы, вы правы максимально! Ну ладно, я проезжаю! Ладно, прыгать в стране на путь в правах! Передам обязательно! Я уже сказал, что вы здесь! Великолепно! Спасибо большое! Спасибо большое за поддержку! Спасибо! Привет! Мы в Москву приедем осенью! Вы же из Москвы! Вот, мы приедем осенью с сольником! Придете? Приходите! Обязательно! Давайте в личке спишемся с вами! Да, да, да! Вот и все! Вот и все! Нет, нет! Я же это пишу! Я священник! Конечно! Спасибо большое! Взаимно! Взаимно! Вчера я рассказал вам о фестивале «Лучше, чем в жизни» в Дюнах. Сейчас немного показал концерт в «Ласточке». К сожалению, мы полностью не смогли посмотреть оба этих мероприятия, но общее впечатление о них у меня сложилось. И я хочу поделиться этими своими впечатлениями об увиденном и услышанном, а также немного порассуждать о нашем русском роке. Первое, что я хочу отметить. И там, и там была дружелюбная обстановка. Ну, в Дюнах вроде бы понятно. Там музыка была средней степени тяжести, соответственно, и публика была постарше и поспокойней. Но все равно, под конец зрители разошлись и зажигали как положено. Даже вокалистов на руках носили. Но и в «Ласточке» была дружелюбная атмосфера, несмотря на вроде бы экстремальную музыку. Многие, особенно взрослые дядьки и тетки, думают, что такую музыку тяжелую с экстремальным вокалом слушают только отморозки. Но это не так. Если человек вообще слушает музыку, любую, вне зависимости от стиля, то его душа уже стремится к искусству, к красоте, к гармонии. В ней уже остается меньше места для злобы и ненависти. А такая музыка, как современный хэви-метал, к тому же позволяет позажигать, покричать, послэмиться на концерте и душевно разрядиться. Психологи не просто так. Рекомендуют периодически уйти куда-нибудь в лес или во чисто поле и покричать там от души, выкричать из себя накопившуюся злобу и раздражение. Поэтому музыканты такого рок-направления, сами того не подозревая, работают в качестве психотерапевтов. И я должен сказать, что работенка у них непростая. Ведь с такой музыкой надо выкладываться до отказа, чтобы публику довести до иступления. Ведь именно ради этого фанаты и приходят на концерты тяжелых групп. Поэтому музыканты отдаются зрителям без остатка, а взамен получают не только восхищение и аплодисменты, но и отрицательную энергию, которую такая музыка позволяет сбрасывать тем, кто пришел на концерт с грузом своих жизненных проблем. Поэтому музыканты уходят со сцены, как выжатые лимоны, уползают. И это, как вы поняли, не только от физической нагрузки. А зрители покидают концерт наоборот, получив от такой энергичной музыки удовольствие и забывают хоть ненадолго о своих проблемах. Теперь немного об организации фестивалей. Если «Ласточка» — это специальная коммерческая концертная площадка, заточенная под проведение подобных мероприятий, с предустановленной приличной звуковой аппаратурой и с достаточно большим танцполом, и концерты там проводят профессиональные организаторы-предприниматели, которые на этом деньги зарабатывают, то фестиваль «Лучше, чем в жизни» в дюнах организовывали сами музыканты на общественных началах, на энтузиазме, и, более того, тратя на это дело собственные деньги, привозя туда соответствующую аппаратуру, отстраивая там звук, организовывая рекламу в интернете. Насколько я знаю, это были музыканты из групп «Киров», «Electric Indians», «Evergreen Mars» и, если не ошибаюсь, из группы «Rollercoaster». То есть, здесь люди руководствовались идеей популяризации своей музыки. И я их полностью в этом поддерживаю, так как я всегда против поголовных стадных увлечений. Я за то, чтобы расцветали сто цветов, а не один хэви-метал, панк-рок, рэп и попса. Поэтому я двумя руками за проведение таких фестивалей. Особо хочу отметить Макса из группы «Киров», который был настоящим хозяином фестиваля, в смысле гостеприимного хозяина дома, куда он пригласил и друзей, и гостей. Он вроде бы особо и не был заметен, но тем не менее и руководил сменой команд на сцене, и внимательно следил за происходящим, и с каждым находил время и пообщаться, и подсказать, если что-то было непонятно, как, к примеру, Волощуку СД. Да еще и неплохой сет устроил со своей группой «Киров». Еще раз подчеркну. Обстановка и на фестивале в «Дюнах», и на гиге в «Ласточке» была дружелюбная. Публика с аплодисментами и восторгом встречала и каждую группу, и каждую песню. И даже к Волощуку СД отношение было доброжелательное. Хотя вы знаете, что многие умники считают меня сумасшедшим. Оскорбительного и вызывающего тона по отношению к себе я не ощутил, хотя меня и там, и там узнавали многие. Теперь перейду к другим фактам, на мой взгляд, невеселым. Первое. Места проведения этих рок-мероприятий. Это какие-то задворки Питера, несмотря на то, что рядом старый центр, Лиговский проспект. Какие-то бывшие производственные территории, промзоны. Бар «Дюны» я еле нашел. Никаких рекламных указателей. Проход к бару – это какая-то дырка в металлическом заборе из профлиста, за которой небольшой участок земли. Честно говоря, я не ожидал, что в сараях проводят фестивали. Но, тем не менее, это так. И, насколько я понял из рекламы, это некий новый фестиваль. Вокруг все в пыль и облезлых кустарниках. Вот на этом участке под открытым небом и проходил фестиваль «Лучше, чем в жизни». Сцена – просто деревянный настил возле высокого забора. Настоящий андеграунд. Даже в близлежащих зданиях не знают, где этот бар находится. Клуб «Ласточка» найти было попроще. Но он находится в точно таком же месте, на какой-то производственной территории. Посреди каких-то авторемонтов, шиномонтажей, моек и все той же пыли и грязи. С редкой облезлой растительностью. Перед клубом еще меньший участок земли, огражденный сеткой рабицей, на котором перекуривали уважаемые любители хэви-металла. Ожидая начала гига. Не билеты, пожалуйста. Не билеты, пожалуйста. Если что, время выхода нет, повторяйте. Второе. Я первый раз был на таких местных локальных фестивалях. И был удивлен очень малым количеством публики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я надеюсь, все здесь есть? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При таком большом количестве исполнителей на танцполах было человек по 100 плюс-минус. Но если в дюнах я еще мог себе это как-то объяснить какой-то неординарной, самобытной и нетрендовой музыкой, то 100 человек на хэви-металлическом гиге у меня вызвали удивление. Почему вызвали удивление? Да потому что до этого я ходил только на выступления западных и русских рок-звезд, выступающих на больших концертных площадках. И не проверял слова различных хейтеров, которые постоянно рассказывают мне о том, какой я отстойный и как популярен хэви-метал в среде российской молодежи. Хейтери говорили мне это так убежденно, что я думал, наверное, так оно и есть. Ведь молодежь всегда стремится к чему-то экстремальному, новому. Но по факту оказалось, что популярность местного хэви-металла измеряется сотней человек на выступлении не самых плохих групп. В дюнах выступало 8 групп. Это получается зрителей по 15 на группу. В «Ласточки» играли 4 команды, это где-то по 25 человек на команду. Не густо. При стоимости билетов в среднем рублей по 500-600, понятно, что на таком концерте заработать невозможно. Ну или только на пиво. Особенно если учесть, что половина этой публики были сами музыканты, а также их родные и близкие. И третье. И там, и там музыканты безбожно матерились. И в песнях, и в общении с публикой со сценой, и в разговорах между собой. Они прямо кичились этим, бравировали умением круто завернуть. И публике это очень нравилось. Про местоположение, обстановку вокруг, публику и мат я рассказал не к тому, чтобы показать, что я рафинированный интеллигент и чистюля, не к этому. Я умею, когда надо, и руки по локте в дерьмо засунуть, и работать в грязи и в пыли, под мат-перемат. Я три года отслужил на флоте, а до этого золото мыл на приисках вместе с соответствующим контингентом. А еще перед этим учился в школе с детьми осужденных химиков. И последних 30 лет на стройке отпахал, где без мата, но никак. Так что я материться умею получше Сережи Шнурова. А рассказал я про обстановочку на фестах, чтобы продемонстрировать молчаливое согласие наших локальных рок-музыкантов со своим местом в нашей общей, извините за метафору, камере. Смирение со своей судьбой, уготованной им сильными мира сего и воротилами шоу-бизнеса. Знаю, что они мне возразят. Так мы же как раз и протестуем своей музыкой против этого. Ругаем власть, материм их на чем свет стоит в своих песнях. Ведь мы же рок-музыканты, а рок-музыка – это и есть музыка протеста. Друзья мои, это не протест, это клоунада. Для власти ваш такой матерный рок-протест – это даже не детский лепет, это цирк Шапито, развлечение. Такое же, как и разглядывание митингов и закон высоких кабинетов. Настоящий протест – это внутренний протест против своей хреновой жизни. Это протест, направленный на самого себя. Это протест против своих собственных привычных представлений о мире. Против своего позиционирования в этом мире под лавкой. Против собственной лени, трусости и малодушия, не позволяющих тебе делать то, что ты хочешь, и при этом нормально зарабатывать, быть уважаемым человеком и наслаждаться жизнью. Вот это подлинный протест. И такой протест осуществляется ежедневным упорным трудом в выбранной профессии, риском, движением к поставленной цели, переступанием через самого себя, несмотря на осуждение толпы. Вот такого протеста боится любая власть. Так как с таким протестом люди растут, меняют мир вокруг себя и становятся самостоятельными личностями, которыми невозможно манипулировать. А матерщинный лай со сцены – это не протест. Это вшиво-интеллигентская клоунада. Трусливое заигрывание с вечно недовольными люмпинами, гопниками и прочим быдлом. Я не обеляю и не оправдываю действия, или точнее бездействия наших властей, для которых молодежная культура – это не культура вовсе, а так детская забава. Мол, поколбасятся, поразвятся и возьмутся за ум. А куда им деваться? Кушать-то хочется. Поэтому молодежная культура и находится на задворках сознания во властных мозгах и, соответственно, на последних строчках бюджета. Именно поэтому и в жизни молодежная культура также оказывается на задворках. «Ласточка» и «Дюны» – это еще неплохо. А многие вообще тусуются по подвалам да по хатам. Я уже об этом не раз публично говорил, но не устану повторять еще и еще. Власть не выделяет денег ни на изучение молодежной музыки, ни на поддержку нужных и полезных нам, русским людям, направлений и течений современной музыки, развивающих нацию, а не ведущих к деградации и поклонению Западу. Ни в консерваториях, ни в музучилищах, ни в институтах культуры не изучают современную музыку. Вообще! У нас до сих пор нет не то что теории, а даже теоретического определения рок-музыки, которую играют в нашей стране уже более 50 лет, и под бравурные звуки которой развалился Советский Союз. А власти не считали нужным ее изучать. Вот и теперь власти, на мой взгляд, ведут себя точно так же, очень опрометчиво. Так как, видать, подзабыли, под какую музыку разваливалась Советская империя. И еще, видать, не знают выражения Конфуция. Разрушение государства начинается с разрушения его музыки. Но все равно в том, что местная локальная рок-музыка находится в таком загоне, виноваты в первую очередь не власти, а сами музыканты. Мат-перемат в песнях, ставший популярным в последнее время среди рок-музыкантов, не дает возможности выйти на большую сцену и привлекать внимание платежеспособных слушателей. Они это дерьмо слушать не будут, чтобы не оскорблять свои уши и детям своим накажут. Остаются только неплатежеспособные отморозки и прочие бездельники, которые даже на пиво себе заработать не могут, у мамки просят. Зато им очень нравится этот матерный, якобы социальный протест против несправедливости мира сего. Он созвучен их иждивенческим настроением, жить хорошо и нихрена при этом не делать. Вот в пользу таких людей, уважаемые рок-музыканты, вы материтесь и создаете свои матерные нетленки. А это помимо интеллигентского поведения, еще и расплескивание собственной энергии, направление ее не на творчество, а выброс в пустоту, в никуда. Еще Владимир Ильич Ленин, наш великий соотечественник, которому удалось перевернуть весь мир, вот этому тщедушному невысокому человеку, своим соратникам всегда говорил, прекратите материться. Вы в пустоту выплескиваете революционную энергию, которую мы должны направлять на творческое преобразование несправедливой действительности. Я никого не собираюсь ни осуждать, ни поучать. Играйте и пойте, что хотите и как хотите. Это ваш выбор. Я за свободу творчества. Я просто поделился с вами своими впечатлениями и возникшими при этом мыслями. Но если вы действительно хотите на большую сцену, то делайте выводы. На сегодня все. Но рассказ об этих фестивалях я не закончил. Я продолжу его завтра, где проанализирую музыку тех групп, ради которых я и посещал эти концерты. По Electric Indians я сделаю сравнительный анализ студийного и живого звучания, а по инвертору проанализирую только студийную музыку, так как из-за болезни вокалиста и барабанщицы вживую их услышать не удалось. До свидания, друзья! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!